Доброе утро, друзья! В эфире проект «Союз Онлайн». С вами Виктория Шабанова. Сегодня понедельник, 15 августа. Второй день Успенского поста. В России продолжается Ушаковский крестный ход. Беспрецедентное принесение мощей праведного воина Фёдора Ушакова в 10 крупных городов страны. Уникальность происходящего в том, что из города в город перевозят полностью раку с мощами. Конечно, благодать, подаваемая от святыни, не зависит от её объёма. И всё-таки стоит по достоинству с благодарностью оценить труды организаторов этого масштабного события. В конце минувшей недели прославленного флотоводца мощи были перевезены с Санкт-Петербурга в Воронеж. В воскресенье у раку со святыни доставили из Успенского адмиралтейского храма в Благовещенский собор, где она будет находиться до 8 часов утра вторника, 16 августа, то есть до завтрашнего утра. Всё это время собор будет круглосуточно открыт, у святых мощей будут совершаться молебны праведному Фёдору. Затем святыня отправится в Ростов-на-Дону. Напомню, что место постоянного пребывания останков великого флотоводца — Санаксарский монастырь в Мордовии. Моя коллега Валентина Пас побеседовала с его настоятелем, когда святыня находилась в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Здравствуйте, дорогие телезрители! С 9 по 12 августа в Санкт-Петербурге пребывали святые мощи праведного воина Фёдора Ушакова. А сейчас у нас есть возможность пообщаться с наместником Рождества Богородичного Санаксарского мужского монастыря Архимандритом Иннокентием. Здравствуйте, отец Иннокентий! Богословите! Отец Иннокентий! Расскажите, пожалуйста, как мощи святого праведного воина были обретены? Немножко поделитесь с нами. Еще в 1995 году член Союза писателей Валерий Николаевич Галенчев обратился к Святейшему Патриарху с вопросом о прославлении святого адмирала. Когда возник вопрос, а какое же чудо совершил он, что является какой-то некой посмертной деятельностью, по какой причине прославить его? Он говорит, я, изучая этот вопрос, начинал неверующим человеком, а перед вами сейчас стоит верующий человек. Преображение его души явилось неким первым чудом. И в 2000 году подняли мощи, провели исследование, и в 2001 году был прославлен великий флотоводец русского флота адмирал Федорович Ушаков. Отец Иннокентий, и были ли случаи чудесного исцеления по молитвам Федору Федоровичу? Самое большее исцеление – это преображение души. В год прославления, я вот не помню точно, был, присутствовал при прославлении главнокомандующий российского флота. И тогда он, наверное, еще был несколько неопределен с признанием святого. По нему было видно, что он как бы не совсем готов, наверное, признать его святым. Но через два года, когда он приехал, было видно, что человек совершенно преображен, уже молился, крестился. Было видно, что в нем сияет этот цвет веры. Это чудесно, слава Богу! Отец Иннокентий, несколько городов по маршруту, мощи будут следовать по маршруту, в нескольких городах будут пребывать. Будете ли вы их сопровождать? Обязательно везде. Везде. Мы выехали из Санаксарского монастыря, и первый город на нашем пути был Тутаев, бывший Романов Борисоглебский. Затем Рыбинск. Выезжая из Рыбинска, мы побывали в сельце Бурнакова, и в том месте, где крестился святой адмирал. И приехали в Петербург. Сейчас отправляемся в Воронеж, потом Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Симферополь, и венец нашего шествия Севастополь, город-герой. Отец Иннокентий, скажите, пожалуйста, а с какими молитвами приходят верующие, и на какие молитвы отвечает святой праведный воин? Вы знаете, он вообще очень талантливый человек, и в своей жизни он известен как, в первую очередь, заботливый отец для своих матросов. Талантливый руководитель, государственный деятель. Он написал конституцию для новообразованного им государства Республики Симеонических островов. Он создал для этой структуры все, что необходимо, вплоть до того, на что они будут жить. Всю инфраструктуру. Поэтому, наверное, обращаться к нему можно, ну, во всех случаях. Ну, особенно мы обращаемся к святым, потому что их любим. А эта любовь ходатайствует во всем остальном. Спасибо большое, отец Иннокентий. Для нас пребывание мощей святого праведного воина – это настоящий праздник. Мы очень рады, что это случилось, и Казанский собор нашего города принимал святые мощи. Я думаю, святой воин Федор бывал здесь. Наверное, обязательно был он. Поэтому это символично. Тогда и сегодня. Благодарим вас. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что мы беседовали с наместником Рождества Богородичного Санаксарского мужского монастыря Архимандритом Иннокентием. С вами были Валентина Пас и Сергей Пономарев. До новых встреч. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Корректор А.Кулакова